Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня книжный день. Сегодня я буду хвастаться очередным пополнением моей небольшой, скромной, насчитывающей даже меньше 8 тысяч томов библиотеки. Вот это издание, ожившее память газетных страниц, вышло в свет по печеньям администрации Усть-Камчатского района. Составлено это издание библиотечной сетью Усть-Камчатского поселения и включило это самое издание, ожившее память газетных страниц, в себя рассказы о 56 ветеранах Великой Отечественной войны, которые в разное время жили в Усть-Камчатском районе. Если кто не знает, Усть-Камчатский район находится, в общем-то, в центре Камчатки. Это последний район на север, куда можно доехать автомобильным транспортом. Административный центр района, поселок Усть-Камчатск, стоит в Устье самой большой реки полуострова, реки Камчатки. Это поселок с очень давней историей. Это рыбная столица полуострова. И, естественно, в 20 веке оттуда очень многие люди уходили на фронты Великой Отечественной войны. И после войны очень многие фронтовики приезжали в Усть-Камчатск и жили там. Итак, библиотечная система Усть-Камчатска подготовила и выпустила в свет вот такое вот издание, ожившее память газетных страниц. У этого издания есть грандиозный один недостаток, один, но он очень большой. Тираж этого издания всего 100 экземпляров. То есть он настолько мал, что издание сразу, как только вышло, перешло в разряд малодоступных. А сейчас я процитирую маленький кусочек из вступительного слова главы Усть-Камчатского района Василия Логинова. «Война не закончена», – пишет Василий Иванович, «пока не собраны сведения обо всех участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, обо всех тех, кто принимал участие в том, что победа была выкована. А память о подвигах соотечественников будет жить вечно в наших сердцах, пока у нас есть история». Именно для этого и подготовлено, и выпущено вот такое издание, «Ожившая память газетных страниц». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать от меня о новых книгах, если же вы Абрамы, родства не помнящие, если же вы мечтаете о баварском пиве, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, потому как мне обязательно нужно знать, как вы будете, и как вы реагируете на то, что видите на экране. Ежели вы первый раз на канале, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка. Если вы выполните ее рекомендации, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что вам рекомендовано. Сделали? Молодцы! Аплодирую вам! Аплодирую! До свидания!